Здравия желаю, товарищи! С вами Меха Драг Драгон и сегодня мы будем играть в игру под названием Кризис в Кремле. Крах империи. Ну что ж, я так понял, в этой игре мы будем управлять целой страной под названием СССР. Ну что ж, давайте видение посмотрим. Горбачев последний правитель СССР, чьи необдуманные и поспешные реформы разрушили страну, привели к разрухе, кризису и смуте 90-х годов. Изначально он пытался стать генсеком в 1984 году вместо Черненко, но Романов и его соратники были его конкурентами, что привело к избранию компромиссной фигуры Черненко. 11 марта 1985 года стало одним из ключевых моментов мировой истории. В процессе совещания в Полетбюро создалась критическая ситуация, когда кандидатура Михаила Горбачева могла быть отклонена его оппонентами. Андрей Громыко заступился за него, что и решило исход схватки. С незначительным перевесом голосов был избран Михаил Горбачев. Романов же, как и другие консерваторы, попал по чистке 1986 и 1989 годов. Самые большие и массовые со времен правления Иосифа Сталина. О, как оно. Ничего себе. А, еще дальше. Ничего себе. Ой, тут перестройка. Понятно. Ладно, понятно. Это мы знаем. Перестройка там в Советском Союзе шла. Нормально так. Ну, относительно нормально. Совет народных депутатов. Тьфу, блин. Ельцин стоит, тварь такая. Так. ГКЧП. Необноны последней реформы во окружении. Учитывая свой опыт ошибки других, а также в стране. Привели к введению карточечной системы. О, это вообще плохо. Ай. Ой, вот это, ой, вот это вот тварь, а сука, стоит Ельцин. На танке, блин, гиздок херов. Так. Игра. Где игрок выступает в роли правительства СССР с марта 85-го года? Горбачева или Романова? Что предлагается выбрать при старте? Не допустите развала Советского Союза и распада Варшавского договора. Не дайте социалистическому строю пасть во тьму истории или поведите Советский Союз по новому пути демократическому режиму и рыночной экономике. Но прежде чем решать какие-либо вопросы, задумайтесь, не принесет ли это большего вреда, чем польза. Удачи вам, дорогой генеральный секретарь. Окей, спасибо, нот-антивирус. Ты мне очень помог, ага. Так, вот, началась игра. Нам предлагают выбрать Романова или Горбачева, но... Тут, конечно, я, наверное, Романова, все-таки, Горбачев такой... Не знаю, развалил страну и просто уехал в Европу, получил Нобелевскую премию и живет хорошо. Давайте будем играть за Романова, все-таки. Потому что Горбачев вот вообще прям не то. Так, год, год. Но с 85-го начнем, че. Че-то я думаю, что я разрушу страну, но я постараюсь не разрушить все-таки. Срочный выпуск от... От 8.03.1985. Сегодня, в марте 85-го года, на пост генерального секретарта ЦК КПСС, после неожиданной смерти товарища Черненко, пришел новый человек. Видный политический деятель Советского Союза и известный всем член КПСС... А, член КПСС Мэвер. Мы верим, что он будет достойно продолжать дело Ленина и поведет СССР к славе и процветанию. Встать за руль партии и Совета. Встаем. Так, вот у нас наша необъятная родина. Новое достижение. Че-че, еврей? Еврей, новое достижение еврей. Отлично. Так, ну, у нас отношения очень хреновые. И с США, и с Китаем. Вот с Китаем особенно у нас напряженная ситуация. То есть мы еще на 100% социалисты. Так, значит, еда есть более-менее. Жилье есть. Недовольство, правда, в какой-то страны. Так, сводка по стране. Поддержка в России 70%, поддержка в Украине 70%, поддержка в Беларуси 80%, поддержка в Тазахстане 100%. Ух ты. В Азбекистане 90%, в Таджикистане 100%, в Армении 70%, в Грузии 70%, в Тазировщине 70%. О, ну, блин. Так, ну, у всех меньше у нас поддержки, конечно, странно, что у нас, ну, не в России, а там, как она называлась-то, господи. Ай, вот прям вышла из головы, ну, не КПРФ же, ё-моё, как она называлась-блин, ладно, 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 сводка по ближнему окружению. США стабильная экономика, республика проамериканская, Куба просоветская, наш союзник, Исламская республика Иран, демократическая страна, Югославия целая самостоятельная федерация, Албания независимая страна. По исследованиям. Данная область ещё не готова, подождите, скоро эта область обязательно появится. Так, а время-то где идёт, чё, чё делать-то, мне как-то можно чё-то поменять, там, изменять, ух, какая-то там война происходит, что ли? Это где у нас тут? Ирак или, Иран или Ирак, я уж чё-то не помню. Вот всё прям выпало из головы. Когда я играю, всё выпадает из головы, обязательно. Так, вот это вот красный, это Варжавский договор. Наши союзники. А вот это вот НАТО. Так. Ну, я понял, а как чё-то время должно идти, или что там? А, во, смотри, ещё чё-то есть. Так, Госплан. Ух ты. Не-не, подожди. Сельскохозяйство, тяжёлые индустрии, импорт, социальные услуги. Вот это надо, мы будем... Будем уже в постиндустриалию идти. Двадцать процентов прям туда отправим. Военные расходы обязательно, у нас должна быть крепкая армия, туда вправим тридцать процентов. Пропаганда, ну, десяточку вправим. Дипломатический корпус сюда вправим. Так, у нас сколько ещё? А, четырёх процентов, бляха-муха. За десять отправим. Борьба... О, вот это вот важный аспект. Пускай, не, давайте тогда социальные услуги уменьшим до пятнадцати. И в борьбу с инфляцией вложим. Чрезвычайный фонд. Пускай будет пять процентов сельскохозяйства. О, у нас кончились. А, индустрия-то у нас всё в жопу. Дожди, надо отменять тогда, получается. Так, расходы военные. Чуть-то много как-то я вбавил, вбухал туда очень сильно. Так, давайте в индустрию, в импорт. В общем, давайте вот так вот. Пускай всё будет вот так вот. Конечно, это немножечко слабенькие показатели для такой огромной страны. Ну ладно, утверждаем бюджет. ТАСС. Состав полюбюро от больш... От большей фракции к меньшей. Социалисты, реформаторы, либералы. Проблеме. Сегодня на первой плате нашей газеты вы увидите статью об американской пропаганде, космической обороны, стратегической обороны и оборонительные инициативы. Программа ли это космическая оборона или подготовка к вторжению в СССР? Какие действия предпримет наш инсект? Ага. Увлечить вторую ядерную программу, остаться нейтральным. Так. Космическая оборона. Нет, ну ядерную программу вообще как-то тупо увеличивать, потому что у нас и так огромная ядерная оборона. И если начнется ядерная война, то... Но она вообще не начнется, это невозможно, это просто уничтожение всего мира, это бесполезно. Вылететь протест. Ну вылетим протест, а что дальше будет? Они что, послушают это что ли? Давайте нейтральным останемся при этом. Так, наша оборона никак не отреагировала на инноваторский американский проект. Среди служащих в армии начинается недовольствие в кабинет. Нет, ну вот бессмысленно что-то там предпринимать. Мы, в принципе, и сами справимся что-то с этим совсем. Но еще в космос не умеем ничего отправлять. Так, Госплан, ТАСС, Кабинет Министров. Так, будки, Министр, Обороны, Пистолетового Совента. Нет, это я все оставлю, пускай будут. МВД это тоже оставлю. А, блин, подожди. Контроль за отстеленными. Полный контроль. А что, нельзя как-то изменить все это дело? Стиль правления. Военно-диктатуры. Пускай будет Советская Республика все-таки. Экономическая система. НЭП. Смешанная экономика с лидерством государства. Планирование с возможными сбоями. Давайте смешанную поставим. Религиозная доктрина. Атеизм. Христианство, атеизм у нас пока больше ничего не можем сделать. Гражданские права. Тотальный контроль, частичная цензура. Говори, но не мешай. Давайте частичную цензуру поставим. Рабочая неделя. Сиди по труду. Суди по труду его. Пятилетку в четыре года. Труд делает свободным. Нет. Это что, я буду Римскую империю устроить? Мне кажется, можно прям полный такой тотал устроить, но это глупо будет. Устройство государства, федерация, унитаризм, конфедерация. Не знаю, нам в школе объясняли то, что СССР все-таки был унитарным государством. И то, что все управлялось Москвой. Не знаю. Так, министерство обороны. Призыв. Армия. Оборонительная. Призыв. Мобилизация. А, зачем мне... А, нет, нафига мне мобилизация зачем? Это тупо будет. Еще деньги тратиться будут. Так, ну че дальше-то делать? Госплан. Ничего не изменяется. ТАСС. Тоже... О, подожди. Апрельское продолжение Верховного Совета решилось озвучить один из членов КПС из Легачев ЕК. Верховный Совет предлагает начать антиалкогольную кампанию, так как множество наших граждан сейчас увлекает за спиртными напитками, что вредит экономическому... Что вредит экономическому... Что вредит экономическому... Экономике государства за счет метродоспособности населения и увеличения количества брака. Что вы ответите? Угу. Так. Значит, дела по алкоголю, да? Ну, насколько я помню по практике СССР, это особо к чему не привело. То есть, когда ввели сухой закон, люди начали делать самопалки, то есть самогон делать. Нет, ну тогда народ обидится все-таки, блин. Ну, даже в тех же странах Европы все равно алкоголь присутствует. Давайте все-таки просто увеличим цену алкоголя. Чтобы был алкоголь, но пили его не так часто. Вот, отключено. Сегодня наш гистерс сделал объявление о том, что увеличение цен на алкоголь вдвое было начато. В связи с высокой алкогольной зависимостью в нашей стране это увеличило доходы и бюджет. А некоторые слои населения остались недовольными, указан. Ну, те, кто по... беднее. Конечно, они остались недовольными. Так. Что там у нас? А, подожди. Дипломатия. Мировая... И старый мир нельзя... Насилие мы разрушим. Так. По доктрине Брежнева. Поэтика существования. Ладно. Оставим. Тут мы ничего не сможем изменить. Торговая политика. Большие ограничения. Протекционизм. Авторкесы. О, господи. Торговая политика. Миграционная политика. Железный занавес. Чтобы вообще никто не уезжал. Не приезжал. О, у нас появился один нераспределенный. В сельскохозяйство его отправим. Утреть бюджет. Чтобы кушать можно было. Опа. Ваш личный советник предлагает расправиться с конкурентами. Которые мешали нам прийти к власти. И будут дальше мешать любым нашим действиям. Дабы упрочнить свое положение. Дискредитировать нас. И получить заветное место. На пенсию Горбачева есть его сторонников. Ничего не предпринимать. На пенсию... Вот. На пенсию Горбачева нужно. Вот. Его сторонников. Товарищ институт, по вашему распоряжению началась кампания против Горбачева и его сторонников. Все они успешно смещены с постов и отправлены на пенсию. Хотя реформаторов все еще хватает в правительстве. В кабинет. Подожди, там что? Я тут сидел что ли? Подожди, подожди. А, нет. Показалось. Думал, Жириновский сидит. Смотрите на третьей странице нашей газеты. Статью о том, что в Бразилии найдены и опознаны останки известного фашистского деятеля концлагеря Освенцум Менгеля Йозера. Поздравить... Поздравить Бразилию? Ничего не понял. Остались останки. Да какой-то бред. Что еще деньги на это тратить, что ли? Конечно, пропустить мимо ушей. Сегодня в Фрибалтике в одном из маленьких городков был успешно... Было успешно... Разогнан фашистский митинг. А, деляться хотят твари, а? Ну уж нет. Не уж нет. Мы будем... Так, что тут? 85-го года. На одном из партийных собраний член партии выдвинул предложение о одностороннем моратории на ядерное испытание. Что ж, ждем решения правительства. Ууууу... Ту-ту-ту-ту-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Отказываюсь я от этого виния. Наша держава обладает огромным ядерным запасом и применит его в случае угрозы уничтожения нашей страны. Так, сегодня наш гинстек ответил на вопрос о возможном моратории на ядерные взрывы. Вот так вот. Срочное известие. На водной территории Новой Зеландии произошел взрыв на корабле «Гринпис», который специально находился на месте испытаний ядерных ракет Франции. «Гринпис» и власти Новой Зеландии обвиняют в заложении взрывчатки французских агентов. Опа-па! Опа! Да, почему я не могу вступиться за Францию? Интервенции. Ага. А давайте пригрозим Франции, вот. Сегодня наш гинстек угрожал Франции интервенцией, на что западная пресс ответила отрицательными статьями. В США заявили о готовности помочь Франции при войне. Франция же, побоясь войны, призналась в проведении теракта, принесла извинения и выплатила деньги пострадавшим. Опа! Вот! Вот она политика. Внешняя. А вот внутренний у нас еще, конечно, есть проблемы. У нас уже недовольство растет у людей просто. Это фигово. На пятой листе нашей газеты вы увидите статью о том, что США наложили экономические санкции на Южноафриканскую республику, в которой до сих пор идут дискриминации по расовому признаку. Стоит ли так вмешиваться в жизнь чужой страны, или это действие верно? Верно. Ожидаем реакции нашего правительства. Так, помочь ЮАР наложить санкции на ЮАР. Ну а что мы ЮАР-то делаем? Что мы можем поставлять ЮАР, если у нас железный занавес стоит? Ничего не предпринимать. Пригрозить интервенцию. Давайте помочь экономике ЮАР. Наше правительство негативно отозвалось о действии США, сказав, что не вправе навязывать свои решения всему миру. Затем со стороны Советского Союза была начата экономическая помощь. ЮАР-американская эмбарго провалилась, а их правительство обменило нас в способничестве расистам. Нет, ну мы помогаем стране, ну чё вы. А где... А, блин, я думал, у нас... Блин, Африки-то нету. Я ради чего им помогал-то? Какого хера? Я помогал ради... Ну, господи, я думал, мы Африку... Ну, тут Южную Африку присоединим к нам. А её тут даже нету. Фигово. В нашем новом номере вы можете прочитать о том, что недавно американцами был захвачен египетский государственный самолет. По словам США, на нём переводились террористы из Египта в Тунис. В ответ правительство Египта в лице главы Мубарака обвинилось США в пиратстве. Опа. Да не, никак, пофиг вообще на эту ситуацию. В общем, это не наше дело. Че, какой хер на Египет нужен? У нас Египет хер знает где ещё тут. Даже его тут даже нет на карте. Так, ух ты, чё-то Китай там... Ой, какой, на грани войны США, офигеть. Я думаю, мы развалим страну уже очень скоро. Госплан. Так. Сначала выстрелите государственный бюджет, поскольку либо траты слишком велики, либо траты отсутствуют. А чё, утвердить бюджет? Чё, как бы... Пускай утверждается. Да чё, какие траты? Фрид бюджет. ТАСС. Проблеме. В начале две страницы нашей газеты вы сможете прочитать статью о том, что в Африке создан конгресс южноафриканских профсоюзов. Рабочие всех стран борются за свои права. Подержать в печати, поддержать экономически и никак не отреагировать. Давайте в печати поддержим. Советский Союз поддерживает все начинания рабочих в Южной Африке и желает им удачи в их борьбе. Прямая... Прямая линия с президентом США. Здравствуйте, господин генеральный секретарь. Наши отношения очень сильно наколены. Вы совершаете очень необдуманные поступки. Это может привести к несчастным случаям. Привести развязку мы не отступим, значит. Давайте начнем... Я не хочу войну, что мы, блин... Недавно мы деды воевали за свободу над головой, над, то есть, за мирное небо. А мы давайте еще новую войну развяжем. Вы что, издеваетесь, что ли? Начнем сотрудничество. Так. Да какого черта? А либералы, либералы уже на первом месяце становятся. Посол от имени президента США Регена предлагает провести простую встречу глав государств США и СССР. Разговоры на вольные темы. Притвориться больным. Ну, поедем, а что? Нет. Среди президента США и нашего генсека на вольные темы прошла успешно, что более сблизило наши страны. Ну, а что мы как эти сукунышли будем там где-то в стране отсиживаться? Так, ну, налаживаем с западом отношения. Пока что все у нас держится. Так. ТАСС. Да опять траты! Да какого черта? Че у нас как траты сильно? Прям бесит даже это уже. Давайте социальные услуги... Нет, пускай социальные услуги будут. Угу. Угу. Так. Вот это давайте. Пускай, ладно. Проблеме. Партийцы выдвигают предложение с поддержкой его однопартийцев о ликвидации ядерных ракет за 15 лет с целью поддержания мира и экологии. Также предлагают с подпись экологического движения. Предложить США... Конечно, мы в США должны разоружиться. А че? Советский Союз в США нашли компромисс по ликвидации ядерных ракет. Врешено было за 15 лет ликвидации 25% от ядерных потенциалов обоих стран. Ну, это нормально, кстати. Во-первых, у нас и бюджет увеличился. Вот. И... Все-таки ядерная война это плохо. Сегодня мы... Помещаем краткую заметку о том, что видный инициативный деятель товарищ Борис... ОООЙ! Видный и деятельный товарищ Борис Ельцин стал кандидатом в полетбюро по протекции верного коммуниста... КОМУНИСТА... 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 ЛИГАЧЕВА ЕК... ПРИМУТ ЛИГАЧЕВА ЕК... ПРИМУТ ЛИГАЧЕВА ЕК... ПОШУН... НАЧАТЬ ГОНИ... ОООО! НАЧАТЬ ГОНИНИЕ ЕЛЬЦИНА... Сегодня гнусный диссидент Ельцин был исключен из коммунистической партии. Сторонники этого диссидента проявили маленький митинг, но он был разогнан нашей доблестной милицией. Зачинщики арестованы. Теперь в Сталине все спокойно. Отлично. Опа. Опа, ваше достижение. Сталинизм. Съезд... Ой, извиняюсь. Съезд Палютбюро. Социалисты, чья фракция оказалась в меньшинстве, подняли вопрос об отстранении вас в должности генсека. От вашего решения зависит не только, кто их еще поддержит, но и ваша дальнейшая судьба. Ой, извиняюсь снова. Ой. Нет, ну че это я... Отгинсек отстранюсь, что ли? Вы что? Давайте выборы проведем. Вы проиграли. Опа. Ой. Ой-ой-ой. Ха-ха. Ладно, я этого не ожидал. Ну что ж, че меня никто не поддержал? Вы чего? Я такую хорошую политику проводил. Они взяли и меня сместили. Ну, в общем, вот такая вот интересная игра. Может, даже я потом еще в нее поиграю один. Ну, я не знаю, было ли вам интересно, но мне в какой-то мере даже заинтересовала эта игра. Так что... Если вам не жалко, ставьте... Ставьте лайки. О, да что такое-то. Оставляйте комментарии. Всем удачи. И до... А, кстати, страну-то я не разрушил. Вот. Так что всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok